Приветствую вас и мы условно разобьем вашу проблему на несколько частей. Первая часть касается вашей семейной жизни, то есть вашей семьи. Вторая часть касается мужского поведения. Третья часть, наверное, будет касаться, знаете, поведения с девушками, правильного представления себя и понимания того, что вам нужно менять в вашем настоящем поведении. Надеюсь, я смогу вам помочь и все достаточно подробно объясню. Прежде всего, давайте начнем вот с каких моментов. Смотрите. Во второй части своего письма, где вы пишите, что вы любите людей, что у вас хорошо получается работать, вы хорошо учились, вы описываете свои сильные стороны. То есть у вас есть такие сильные стороны, как трудолюбие, альтруизм, усидчивость, терпеливость и так далее. Также вы всегда придетесь на помощь и, в общем-то, вы достаточно позитивный человек. Это я уже понял, исходя из того, что вы написали мне в чате и исходя из того, что я прочитал сейчас о вас. Давайте подумаем вот о чем. У вас есть зона комфорта. Так. То есть, та сфера, те состояния, которые вам приятны, которые вам комфортны, которые вам удобны, которые вам нравятся, которые вас устраивают. А есть те, которые не устраивают. Вот. Я понимаю, что вы опасаетесь. Я понимаю, что вы вот пишете, что вы стали замкнутым, робким, нерешительным и закомплексованным. Я также понимаю и то, что, когда вы поступили, значит, в университет, вы оказались среди взрослых проблем, к которым вы не подготовлены. Суть этих взрослых проблем в своих университетах вы не раскрываете, но поскольку именно с них начались определенные проблемы в вашем, так сказать, жизненном пути, то было бы неплохо, если бы вы эти проблемы раскрыли. То есть, именно первичная реакция на эти проблемы, возможно, помогла бы вам обрести понимание того, почему вы сталкивались с трудностями, почему вы не могли их решить, а главное, как их решить, и почему у вас, ну, вот сложилось такое ощущение. Тем не менее, проблемы вы не раскрываете, и я думаю, что не имею права вас об этом просить. Я постараюсь вам помочь, исходя из того, что вы описали. Итак, начнем мы, пожалуй, с того, что вы описываете про детство, где вы воспитывались без отца, мама всегда очень берегла и отвлекала вас. Вот в этом, наверное, и кроется самая большая проблема именно в том, что касается детства, вашего детства. С одной стороны, нет, нет, отца отсутствует образ мужского поведения, первичный образ мужского поведения. Для ребенка, для мальчика, первичным образцом мужского поведения, идеалом мужского поведения, тогда является отец. У вас этого не было, была мама, которая вас берегла и отвлекала. То есть вы очень сильно были с мамой близки. Ваша мама передала вам отчасти, отчасти, не только немного женственное поведение, но и отчасти она из-за своей повышенной опеки, из-за своей повышенной беречливости, она создала у вас впечатление, что в мире все относительно легко и просто, что в мире все безусловно, что в мире не нужно особо стараться, особо напрягаться, что в мире все идет само собой. Это и ввело вас в заблуждение относительно того, что с вами произошло в дальнейшем. То есть, смотрите, ваша мама, она создала у вас одну картину мира. И вы в этой картине мира, в этом представлении жили. А теперь вы, оказавшись в другой картине мира, в реальной картине мира, ну, воскнулись с проблемами. И этих проблем мы не ожидали. Так вот, вот что я вам скажу. Когда человек живет в мире без проблем, то есть, это вот детство, это вот, собственно, то время, пока вы не были в институте, он существует. Только проблемы заставляют человека личностно расти. Только проблемы дают человеку возможность преодолевать их, а значит развиваться, становиться лучше и так далее. То есть, жизнь в своем узком смысле начинается тогда, когда человек начинает решать проблемы и испытывает физическую и физическую, ну, знаете, физическую боль, сказать было бы неправильно. Тут скорее абстрактную боль. Абстрактная боль. То есть, невозможность сделать какие-то вот вещи, невозможность чего-то добиться. Вы, судя по тому, что стали робким и замутым, еще придерживаетесь того маминого поведения, того маминого воспитания. Сейчас старайтесь вернуть, наверное, в ту картину мира, которую дала вам ваша мама. Давайте мы немножечко скажем про нее, хотя вы говорите о ней совсем чуть-чуть. Давайте мы скажем о ней так. Ваша мама очень сильно вами дрожила. Она боялась. Вероятно, что с вами что-то случилось. Вы не написали, почему у вас нет отца, но, судя по тому, что она опекала и оберегала вас, она вам относилась очень тепло. И она по-своему, по-доброму желала вам счастья. Но, к сожалению, это не было правильно-правильно. Именно благодаря опеке и берегенности вы не привыкли к свободе, не привыкли к самостоятельной возможности чего-то добиваться. Вы привыкли, что все само собой к вам приходит. Это неправильно. Такое поведение ошибочно. Такое представление о мире ошибочно. Ничто не приходит человеку, тем более мужчине, само собой. Мужчина всего добивается сам. Рискует. Ошибается. Делает выводы, но идет на встречу своим целым. Это то, что касается детства. Еще раз повторю, проблемы вы относительно переломного момента вы не раскрываете. Вы просто пишете, что попали в новую среду, где взрослая жизнь, которая по сути не принесла мне взрослых радости, а принесла только взрослые трудности и проблемы, к которым вы были не готовы. И вы не адаптировались к ним, к этим проблемам. Вы стали занятым, робким и нерешительным. То есть у вас нет внутреннего стережня к самому, чтобы эти проблемы преодолевать. И здесь возникает главный вопрос. Вы эти свои проблемы считаете, имеющим право на существование или нет? Если те проблемы, которые с вами возникли, вы считаете справедливыми, а вам нужно так думать, вам нужно понять, что это проблемы нормальные, это проблемы естественные, что они есть у всех, у каждого протеканта, по-своему, с ними справляются, что если вы признаете право на существование этих проблем, то вы поймете, что как раз таки раз проблемы стали естественными, то ваше поведение не таковым не является. Ну, не естественно реагировать на какие-то явления, социальные явления, а все социальные явления могут быть естественными и могут быть аномальными. То, что ваши проблемы, они являются естественными, они не являются аномальными, потому что аномальные зачастую другие проблемы, а вот ваше поведение является аномальным. Значит, вам нужно менять свое поведение. Но как его изменить, просто вы, если я не готов к этому, чтобы... Ну, я, кажется, не готов к этим вот проблемам. У вас есть запрос «Стать более мудрственным». И этот запрос, он решается достаточно, знаете как, индивидуально у каждого человека. Так, вот вы говорите, что я стал замкнутым, робким, нерешительным и закомплексованным. Замкнутость – это значит невозможность общаться с другими людьми. Робкость – это значит неумение, неуверенность в том, что то, что интересно вам, то, что важно вам, интересно другим людям. Нерешительность – это, по сути, тоже страх. А закомплексованность – это, ну, очень сложное слово. Я бы его опустил и оставил только эти три слова. Значит, первое, с чего нужно вам начать, говоря о мужественности. Значит, это то, что вам необходимо выделить для себя образец мужского поведения. У вас этого образца не было, была мама. И маме, естественно, ну, мама, она как женщина старалась дать вам все. Она и привила вам определенную мягкость, она привила вам определенный альтруизм. И это в какой-то степени хорошо, но в какой-то степени плохо. Об этом мы еще чуть-чуть поговорим. А пока давайте скажем так. Чтобы стать мужественным, вот именно, так сказать, создать площадку для этого, основу, фундамент, фундамент мужественности, нужно в первую очередь получить вам образец мужского поведения. И поскольку у вас отца не было, отцовскую модель поведения вы никак не можете на себя взять, то выберите тот образец мужского поведения, который вас привлекает. Ну, например, пусть это будет какой-нибудь киногерой, пусть это будет кто-нибудь еще, пусть это будет какой-нибудь спортсмен и так далее. И вот посмотрите на этого человека, изучите его интервью, его поведение, его поступки, и начинайте придерживаться этого, всего того, что он, этот человек, делает. Например, если этот спортсмен, то он упорно идет в свои цели, там не смотрит на осуждения, и так далее, и так далее, и так далее. Это первый важный момент. Первый важный момент – это проработка образа вашего мужского поведения. Вот в зависимости от того, какой образ вы выберете, какой образ вам больше по душе, с кем вы хотите себя видеть, это и будет начало, а дальше вам нужно просто начинать двигаться к тому, чтобы быть похожим на тот образ, который вы выберете. И вы будете перенимать привычки, вы будете перенимать поведенческие модели этого образа, и вы будете им следовать. Но в определенный момент вы почувствуете внутри себя такой конфликт. Вы окажетесь перед таким выбором. Вот вроде бы, исходя из образа поступить, вам нужно так, ну, как-то, а вам не нравится, ну, не нравится вам то, как вам нужно поступить. И вы поступаете уже по-своему. То есть вы преобранствуете образ. И это уже другая ступень, это уже более высшая ступень, так сказать, вхождения в образ. И это значит, что вы уже вышли из образа и начали приносить в него что-то самобытное. То есть стали образовывать свой собственный индивидуальный стиль мужского поведения. Но для того, чтобы он появился, нужна какая-то основа. Именно основа и является какой-то принятый вами образец поведения. Дальше, следующий момент, который касается уже чисто вот уверенности в себе. Значит, понимаете, какая проблема? Уверенность в себе, она достигается несколькими моментами. Первый момент, это повышение кругозору. То есть вам нужно общаться с людьми, вам нужно быть интересным в общении с людьми. А для этого вам нужно знать. Ну, желательно быть уверенным в том, что вот то, что вы пишете, то, что вы говорите, то, что вы делаете, то, что вы, например, там, не знаю, шутите или что-то рассказываете, интересно другим людям. И для этого вам нужно действовать в двух направлениях. Первое. Это решение своего собственного кругозору. То есть что-то изучать, что-то познавать, чтобы иметь возможность, как можно большое количество тем для разговора, охватить. Например, поговорить о технике, о компьютерах, о природе, о науке, о философии, о чем-то еще и так далее, о политике. Чем больше вы будете знать, чем больше вы будете изучать, тем больше актуальных тем вы будете знать. Актуальные темы – это темы, которые происходят вот в настоящее время. Чем больше у вас будет шансов для того, чтобы вырыли свою мысль. Но, казалось бы, казалось бы, да, вот, а что такого сложного? Ну, бери мысль, формулируй ее и выражай. Ну, нет, не все так просто. Ведь вы общаетесь с людьми. И у каждого человека восприятие оно свое. И если вы будете выразлять свою мысль так, как вам удобно, так, как вы хотите, так, как вам наиболее комфортно, то хорошего из этого не получится, вообще говоря, ничего. Потому что людям будет просто неинтересно то, что вы говорите. Людям будет неинтересно то, что вы пытаетесь им показать. Прежде чем делать это, прежде чем начинать разговаривать, посмотрите, что интересно другому человеку. Интересуйтесь тем, что интересно другому человеку. Вообще говоря, задавайте вопрос. Вот знаете, задать вопрос – это универсальное средство для любого общения. Когда-то давно ваш покорный слуга очень тяжело знакомиться с людьми. Прошу прощения, у нас довольно шарко, поэтому в горле персикает. Значит, тяжело знакомиться с людьми. Я действительно думал, что вот, как узнать, что человеку интересно. И, вы знаете, на помощь пришло это универсальное средство, средство вопроса. То есть, вопрос, вы задаете вопрос, вы показываете, что вы нуждаетесь в знаниях человека, вы показываете, что вы нуждаетесь в том, чтобы человек вам что-то объяснил, что-то показал, потому что вас это интересует. Вы спрашиваете у него. И вы задаете этот вопрос раз за разом, раз за разом. И вы знаете, у человека… Ну, разные вопросы, конечно. И вы знаете, у человека льстит, когда его о чем-то спрашивают. Это, знаете ли, существенно повышает собственную значимость. Ну, вот только представьте. Вот вы, например, знаете, допустим, ту сферу, где вы работаете. Вот представьте, что какая-то девушка, например, какая-то девушка, она начинает у вас спрашивать в той сфере, в которой вы хорошо разбираетесь. И, естественно, вы сразу все ей поможете. Естественно, вы все ее расскажете. Вы будете чувствовать себя на коне, вы будете чувствовать себя на волне, вы будете ощущать, что вы знаете то, что говорите. Вы будете чувствовать свою значимость. Вот именно это чувство, ну, вот вы представьте его себе сперва. Именно это чувство нужно вызвать у другого человека, спрашивая у него о том, в чем он хорошо разбирается, или что его интересует. И в процессе этих ответов, в процессе ответов на ваши вопросы, вы будете узнавать, что человеку интересно, что его волнует, что ему не нравится, что ему нравится, в чем он хочет углубленные знания иметь, в чем нет. и вы будете так же постепенно узнавать, что человеку смешно, что человеку не смешно, что человеку там приятно, что не приятно. И в зависимости от этого вы будете подстраивать свое общение с ним. Вы не можете начать общаться сразу с людьми на равных, если у вас нету вот этой вот в себе уверенности. А уверенность в себе она появится только, когда вы будете достигать каких-то успехов в этом. А успех, он имеет место быть только в том случае, если вы выполняете определенную задачу. И эти задачи, которые вам нужно выполнять, они в первую очередь касаются этих вопросов. Далее. Далее нужно сказать так. Когда вы приспосабливаетесь к общению, то есть как именно вы приспосабливаетесь к общению, вы спрашиваете, узнаете, узнаете, что человеку нравится, узнаете самого человека и так далее. Все это происходит. А потом, потом постепенно вы понимаете, что вот здесь можно сказать, что это так, здесь можно сказать, что это так, а здесь дай-ка я попробую сказать вот так. то есть вы будете пробовать ошибаться и видеть, что этот человек унимается, но именно так люди учатся общаться. Общение невозможно без образования у себя понятийных каких-то понятийных векторов мышления, то есть расширение кругозора, без мышления понятиями, без каких-то знаний в определенных областях и так далее. и с другой стороны, общение невозможно без единых понятий с людьми. То есть без таких конструктов смысловых, которые были бы одинаково и вам, и другому человеку. На этом и будет строиться ваше общение. И именно для того, чтобы такие конструкты появились, вы задаете вопрос. А расширение кругозора ваше поможет как раз таки вам задавать разноплановые вопросы. Чтобы человек увидел, что вы действительно интересуетесь. Чтобы человек ощутил, что он действительно рассказывает вам что-то, действительно открывает вам что-то и так далее. Ведь в вопросе нет ничего плохого. Если вы что-то спросите, при этом если вы параллельно будете самостоятельно изучать какие-то вещи, то вы не будете бояться выглядеть глупо, потому что вы будете в этом уверены. И в то же время вы задавая вопрос будете как бы прощупывать пущеву согласны с чем-то человек или нет. И вот в определенных моментах можно поспорить. Сколько всегда нужно вежливо говорить, я безусловно с вами согласен, но по моему мнению вот так, 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 так. И смотреть на встречные аргументы человека. Если аргументы человека смысловые, понятийные, то можно дискутировать. Если вы видите, что человек начинает приходить на личность, значит он, скорее всего, не уверен и не интересован в том, чтобы с вами общаться именно в том контексте, что он может быть чем-то не прав. ну, такие люди. Это неуверенные в себе люди и оставим их за своей неуверенностью наедине. Вам самое главное вот этот принцип понять, что далеко не все люди будут переходить на личность, что далеко не все люди будут общаться с вами только в контексте «я всегда прав, а пень, никогда». И рано или поздно вы, благодаря такому построению общения, вы найдете тех людей, которые будут, ну, собственно говоря, в большей степени пользоваться полимерами и в большей степени либеральными во взглядах на мнение относительно каких-то вещей. То есть, я надеюсь, здесь понятный элемент. Повышение собственного круга сора, чем разнообразнее круга вывод, тем лучше. Вопросы. Можете даже написать список вопросов, прям вот, ну, не сбиваться, поначалу, если вы испытываете неуверение. Но эти вопросы будем задавать. Взнательно, чтобы эти вопросы были интересны и вам тоже, чтобы человек видел живой интерес. Далее. Делаем скидку и изучаем самого человека, что ему интересно, а что нет. Его реакцию негативную на вас, какую бы то ни было, вот вы пишете, что вы соценили с проблемами, что вы стали робкими, намоками, иногда. Проблема в том, что вы считаете, что люди, которые на вас реагируют как-то плохо и негативно, в том числе девушки, они именно на вас плохо реагируют. На самом деле, будь на вашем месте кто-то другое, они бы скорее всего отреагировали бы так. У меня есть очень много примеров, когда, например, клиенты, условно говоря, клиенты просто обращаются, ведут себя агрессивно, оскорбляя сразу и так далее. И вы, наверное, вот в вашем контексте, в вашем восприятии нужно бы на этих клиентов обещаться. То есть, думать, вот, действительно, я там не профессионал, действительно, у меня там проблемы и так далее. Дело не в этом. Понятно, что всегда есть куда расти. И мы постоянно растем. Но дело в том, что человек, который сразу относится к вам неувозительно, вот так сходу, это человек, человек, у которого есть внутренний дефицит чего-либо. Это неудовлетворенный человек. Человек, который без основания относится к вам негативно, это человек, который на вас проектирует свои проблемы. И вы здесь абсолютно не при чем. Вы этому человеку ничего плохого не сделаете. Как правило, люди, которые одни, у которых нет друзей, у которых нет общения, они являются одними не по тому, одинокими, не потому, что, вообще говоря, их вот не принимают люди, а потому, что эти люди боятся себя проявить. а боятся себя проявить эти люди в первую очередь потому, что нуждаются в общении, то есть они не обладают самодостаточностью. И вот про самодостаточность тоже нужно сказать отдельно. Но прежде чем о ней сказать, давайте для начала мы сделаем так. Вот повышение кругозора, вопросы и изучение человека. внимательно смотрите, что человеку нравится в процессе вопросов. Потому, что одни вопросы пораждают другие вопросы, вопросы пораждают какие-то мысли, вы эти мысли высказываете. То есть здесь все, в принципе, достаточно естественно происходит. Если вы не можете высказывать мысли, ничего страшного, продолжайте задавать вопросы и так далее. Но если вы будете действительно спрашивать у кого-то что-то, то вам лучше если вы будете писать эти вопросы на листке бумаги, то вам нужно в первую очередь писать суть вопроса. А форму вопроса придумывать на ходу. Ну, то есть импровизировать. Потому, что если вы будете задавать вопросы по заранее наученной форме, то тон ваш, ваша интонация будет меняться. Она иногда меняется, когда человек произносит что-то заучим. Это не хорошо для живого диалога. Надеюсь, эти моменты исты. Дальше. Теперь, что касается недостаточности. Вы, наверное, слышали такую фразу, что чем сильнее хочешь любви, чем сильнее любовь ты ищешь, тем как бы дальше она от тебя. Эта фраза, она передает не только парадокс любви, но она передает и вообще парадокс всего того, чего человек хочет. Как правило, люди получают что-то, что нужно им только тогда и только в том случае, если они в этом не нуждаются. Вы пишетесь, вы хотите общаться, хотите общение в личной жизни и общение с девочками. Давайте зададим себе такой вопрос. Для чего вам это нужно? Наверное, для уверенности в себе, наверное, для ощущения себя полноценной. Так вот, описанный мной метод даст вам точно те же самые ощущения, то есть полноценность там и так далее, но только без зависимости от людей. Вам нужно, повышая свой кругозор, понимать, что вы сами наедине себя с другими прекрасно чувствуете. Вам нужно перестать считать, что вам нужны другие люди. Обязательно да, общение с девушками это безусловно нужно, общение с друзьями это безусловно нужно, но если их нет, если этого общения нет, это не конец света. Вам нужно знать, что вы успешный, что вы положенный, что вы идете к своим каким-то целям, а люди если захотят эти цели с вами разделить, это их выбор, если они не хотят, это тоже их выбор, и к этому выбору нужно относиться спокойно. Для этого необходимо вам быть уверенным в себе и не испытывать потребность других людях для удовлетворения каких-то своих личных желаний. То есть я понимаю, что вам нужна девочка, но вам нужна девочка допустим для чего? Для того, чтобы быть мужчиной, для того, чтобы ощущать себя мужчиной. Но ведь только в том числе для того, чтобы ощущать себя мужчиной, девочке не обязательно. Мы весь расчет секс не берем. Сексуальная потребность она немножко другая. И мне бы не хотелось о ней говорить, потому что я не секс и здесь очень легко травмировать человека. Поэтому если попросите, если у вас будет желание еще поработать, то можно эту тему раскрыть. Но пока об этом я говорить не буду. Хочу сказать только то, что мужчинам можно чувствовать себя и без женщин. Как? Ставить себе задачи и эти задачи выполняя. ставят себе цели и эти цели выполняют. Как нужно ставить себе правильно цели, как нужно правильно ставить себе задачи. Пожалуй, об этом я тоже хотел бы вам сказать. Значит, ну, при этом еще немножко про недостаток. Вот ко всему тому, что уже было сказано, нужно добавить такую вещь. Смотрите, есть одиночество. Это когда человек вынужденно одинок. Он не хочет, он хочет общения, но он одинок. Он все равно не получает того, что хочет. Одиночество заставляет нас ощущать болезненную потребность в общении с другими людьми. И чем она болезненнее, тем хуже у нас получается. Потому другим людям не нужен человек, который за счет них пытается удовлетворить свои потребности. Другим людям нужен равный, интересный, нужен самодостаточный собеседник. И это значит, что вам нужно в первую очередь избавляться от болезненной потребности в общении с людьми, если такова есть. Болезненная потребность с людьми убирается через личностный рост. Личностный рост осуществляется через представление себя, именно себя, в том виде, в каком вы есть сейчас, и представление себя идеальным. Вот какой вы идеальный. Здесь и мужской образ, здесь и все достижения, которые вы хотите, и так далее. И вот расстояние между вами настоящим и вами идеальным и есть пространство, простор для личностного роста. Именно им вам нужно заниматься. Именно в этом направлении вам нужно двигаться. Будете личностно расти, будете снижать в себе потребность в общении с другими людьми. И тогда будете выступать с ними на равном. Теперь что касается задач. Как вы наверное уже поняли, основное одно из основных средств борьбы с комплексом и с неуверенностью в себе это постановка четких целей и выполнение этих целей. И главная ошибка, которую допускают здесь люди заключается в том, что люди ставят себе конечные отдаленные цели и эти цели пытаются выполнить. А в действительности это ошибка. Потому что отдаленные конечные цели выполнить нельзя сразу. Но люди пытаются, они стараются, они понимают, что эта цель далеко и им сам ничего не получает. Они разочаровываются и еще больше погружаются в жалость к себе и во что-то другое. Вот чтобы такого не было, нужна цель конечных задач. То есть на такие промежуточные цели, промежуточные такие моменты, пункты, которые нужно достичь для того, чтобы в итоге дойти к конечной цели. И внимание свое заострять не на конечной цели, а на самой приближенной близкой задачи. Например, одно из средств для повышения уверенности в себе является физическая подготовка занятия спортом. И для того, чтобы заниматься спортом, ну вы ничего не писали про спорт, поэтому я привел эскр trio. Для того, чтобы заниматься спортом, нужна не только физическая подготовка и тренировка, нужна еще и одежда, нужна еще и соответствующие этих нужны еще и соответствующие Технические средства и так далее Так вот, ваша первая задача, первичная задача Отвечаясь на то, например, вы пойти в магазин и купить кроссовки Следующая ваша задача в том, чтобы купить одежду Если требуются какие-то средства И далее начать тренировки Тренировки при тренировках нужны соответствующие условия То есть мотивация и понимание для чего это требуется Соответствующие средства Средства это ваши физические возможности на данный момент То есть это означает, что вы не можете тренироваться больше, чем позволяет ваше физическое состояние Если вы будете делать это больше То если вы будете делать это через силу, то вы можете себе навредить И такой принцип То есть принцип анализа условий выполнения задач Анализ требований к выполнению задач А требования это понятно какие Требования это извне Требования это как раз таки Ну Как бы предъявляемые вам Извне Какими-то вот знаете Планки То есть вам предъявили планку Вот можно там добиться вот этого Вы понимаете А в каких условиях я должен работать А какие у меня средства есть для выполнения этих работ И вот каждую задачу, которую вы будете выполнять на пути к своей цели Главное решать именно в таком контексте Анализируя цели, средства и условия Нет Требования, условия и средства выполнения задач И тогда Вы будете действовать всегда В рамках своих возможностей И не будете рвать жилы Не будете там себя ломать Как-то и так далее И это, пожалуй, очень важный момент Который, ну, просто-напросто необходимо Ну, вам Очень хорошо обдумать Теперь, что касается девушек Опять-таки Вы никогда не были девушкой И Как специалист Я должен сразу предупредить Вас то Что если у вас имеется Сексуальная неудовлетворенность То ее лучше Разрешать Дабы она не влияла На ваше поведение И на ваше взаимодействие с девушкой Я верю Что вы очень культурный человек И никогда такого ничего себе не позволите В отношении девушкой Но тем не менее Тем не менее Такое предупредление Я должен сделать Теперь, что касается Самих девушек В первую очередь Хочется сказать так Если общение Мужчины и женщины Начинается С того Что они уже на первичных этапах Видят друг друга Как представителей пола То ничего хорошего Из этих отношений Не выйдет Ну Получится классическое Сцена Я муж Сиди на диване Пью пиво Гуляю с друзьями Жена готовит Обед Сидит с детьми И в общем Испался Исполняется Грузовский долг Все Так что С девушками Вам нужно Общаться Так же Как вы Общаетесь Вообще С людьми И здесь Важный момент Здесь Очень важный момент Все то Что мы говорили Про общение С людьми Справедливые Для девушек Потому что Общение С адекватными Взрослыми Женщинами Ведется Именно так Сперва Как Общечеловеческое Взаимодействие Без Половых Каких-то Признаков И вы Точно так же Можете Воспринимать Общение С ними Как Аналогичное Что я Описываю Если вы Стесняетесь Спрашивать Именно у Девушек Давайте Отдавайте Отдавайте Вопрос Почему Вы не считаете Что девушка Посмотрит Как-то на вас Плохо Она Почитает вас Глупой Человек Который Спрашивает Те Которые Что-то Спрашивают Которые Чем-то Интересуются Это Не глупый Человек Это Человек Жаждущий Знаний Глупец Тот Кто Кто Не зная Не зная Чего Уверен В том Что Это Есть Так Вот Это Глупый Человек Поэтому Умная Женщина У которой Нет Внутренней Неудовлетворенности И дефицита Чего-либо Совершенно Адекватно Воспримет То Что вы У нее Спрашиваете И Ничего Человеческое Как ни странно Девушкам Ничего То есть Так же Ей будет приятно Что вы Заинтересуетесь Так же Ей будет приятно Что вы Там Спрашиваете Придаете Ей Сночения И так далее Все это Будет ей приятно И вот Вам Важно Зависать С девушкой Такой Вот Общий Общетеловеческий Диалог И Все То же Самое Что Мы говорили Перед этим Все это Актуально Для нее Только В определенный Момент Вы Можете Попробовать Сблизиться С ней То есть Сказать Например Мне Здесь интересно С тобой Общаться Мне Интересно С тобой Находиться Мне Интересно С тобой Еще Как-то Быть И так Дальше И Посмотреть На ее Реакцию И Ни В коем Случай Не Принимать Ее Отрицательную Реакцию На Себя То есть Если Вы Ничего Плохого Не Делали Девушке Если Вы Вели Себя Правильно Если Вы Вели Себя Культурно Выдержанно То Девушка Вам Ничего Плохого Не Сказ А Если Сказ Значит Это Ее Проблема А Не Ваш Но Нужно Понимать Что Девушка Не Любит Накопающихся Мужин Девушка Не Любит Не Уверенных В Себе Мужин И Девушка Любит Тех Мужин Которые Рискуют И Прежде Чем Говорить Про Риск Прежде Чем Говорить Про Упорство Я Хотел Вам Сказ Так Для начала Вам Нужно Понять Что Девушка Женщина Может Дать Вам Как Женщин Что Вы Хотите От нее Получить Как От Женщины Что Вам Нужен Вот Это Говорит Мне Один Нужна Ласка Забота Тепло Нежность Любовь И Так Дальше Что Говорит Что Мне Нужна Поддержка Там И Что Вам Нужна Вот Критерий Критерий Женщины Которые Вам Нужны Дальше Что Вы Можете Дать Ей Как Мужин И Здесь Как Раз Так Очень Дорого Поможет Тот Самый Мужской Образ О Котором Мы С Вами Говорили В Зависимости От Него Вы Можете Идентифицировать Себя С Ним И Сказать Что Я могу Девушке Дать То Далее Когда У Вас Будет Реальная Девушка Когда Вы Нажмите Сообщаться Спросите Себя Что Из Того Что Вы Хотите Получать От Женщины Может Дать Вам Эта Женщина И Покажите Ей Что Вы Можете Дать Ей То Что Вы Можете Ей Дать Ну То 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 Поддержку Помощь И Так Дальше Если Женщине Это Нужно Если Это Нужно Ей От Мужчины То Она Примет Это От Вас И Будет Завод Держаться И Именно Так Начнутся Ваши Отношения Если Ей Это Не Нужно Ну Что Это Не Ваша Вина У Всех Девушек Разные Потребности Как У Всех Мужчин И Обрат Она И Искать Другую Девушку Которая Оценит То Что Вы Можете Дать Ей Как Мужчина И Примет Это Теперь Все Касается Риска Понимаете Олисширять Границы Своего Сознания И Восприятия Нужно Понимаете Если Человек Вот Хочет Чего Сделать Хочет Чего Сделать Но Боится По Какой То Причине Он Боится Чего Сделать Вот Например Вы Видите Девушку Которая Вам Нравится И Вы Боитесь Которая Подаетесь Вы К ней Не Подходите И В итоге Происходит Что В итоге Происходит Что Вы Пускайте Момент Вы Потом Об Этому Злеете Правильно Правильно Вы Зелените Потому Что Вы Никогда Не Узнали Что Было И Чтобы Подошли Получается Что Вы Постоянно В голове Результат Прорабатывается Вы Думаете А что Было Если Я Подошел А Что Бы Там Подошло Вдруг А Вдруг А Вдруг А Вдруг Это Называется Макопат Но По сути Что Вы Делаете Вы Играете В Иллюзию Здесь Вы Рискните Вы Не Будете Получить Отрицательный Результат Отрицательный Результат Это Тоже Результат Это Съезд Ваших Вействий Пока Вы Не Получите Хоть Какой То Результат Вы Не Будете Знать Правильно Вы Поступаете Или Нет А Не Будете Знать Правильно Вы Поступаете Или Нет Вы Не Будете Развиваться Допустим Подошли Девочка И Сразу Пошути Она вам сказала, ну, в общем, ты какой-то там вообще глупый человек Вы можете ей в ответ совершенно спокойно сказать Ну, ты знаешь, ты тоже умом не блещешь И это будет справедливо Потому что умный человек никогда не скажет так, как скажет вам девочка Если вы пошутили, девочка засмеялась Например, она засмеялась явно фальшива Значит, человек вернул и хочет вам показать, что понял, что вы шутите Но шутка ваша, например, не удалась Этот человек смотрит в корень, видит смысл И с таким человеком может быть лучше начислить, а говорить серьезно То есть из любого отрицательного результата можно сделать определенный вывод И скорректировать свое поведение Не делая же ничего, боясь, не рискуя, вы не получаете ничего Кроме пустоты А пустота засотягивает и растворяется в своей невесомости, неуверенности и как бы в вакууме А это самое страшное По крайней мере, вы, я думаю, это поняли прекрасно Вот этот момент Нужно вам обязательно Учесть Этот момент вам нужно обязательно учесть, что риск А правда Кто не рискует, не бьет Забанского, вы, наверное, слышите Так вот Ну и нарисковать Ну и естественно Так, чтобы Это Не было угрозой для вашей жизни И Поверьте мне Это Девушка Отчиня Если она хороший человек Если она достойный человек Дальше Следующий важный момент Мужчина ценится не по словам Мужчина ценится по делам Поэтому вам Совершенно спокойно Можно Действовать в таком случае Вот начали о чем-то говорить с девочкой Да? Начали о чем-то не говорить Выяснили, что есть что-то нужно в канале Я Это Сделаю Тебе И Обязательно это сделаю Страхмочная женщина Слова Мужчины Слова Мужчины Это Женщины Звелые Самостоятельные Состоявшие Они Словам Мужчины Значения Особо не придают А вот действия Очень дают И слова Это Что такое Слова По большому счету Слова Это пустой звук И мои слова Это пустой звук Если вы Ничего не будете делать И если эти слова как-то меняют реальность, как-то изменяют ее То тогда это не просто слова Тогда это действительно какие-то действия, которые имеют какие-то последствия, имеют какой-то эффект И поэтому вам нужно больше значения придавать именно по поступкам Видите, что человеку там не по себе Помогите Видите, что человеку плохо критически, что это нужно Помогите Но По поводу помощи, по поводу того, что вы всем помогаете Я тоже хотел вам сказать Это, наверное, будет последняя часть О которой я вам в этой записи скажу Потому что, в принципе, уже много получилось достаточно информации Информации Вот Значит, что касается помощи Помогать людям это здорово Но помогать людям нужно не ущерб себе И помогать людям нужно так, чтобы они понимают Что вы помогаете не потому, что это нужно вам А потому, что это нужно им А вы делаете это просто так Для них И помогать нужно так, чтобы люди не пользовались вами Помогать людям Помогать нужно так, чтобы человек видел Чтобы вы помочь тебе помогли Но вы не забываете про себя Очень часто такое бывает, что люди, которые помогают другим Забывают о себе Очень часто бывает так, что люди, которые помогают Теряют уважение других Потому что они всегда готовы прийти на помощь И здесь вам важно отделить критерии Когда вы действительно помогаете То есть, когда человеку действительно нужна помощь И он вам благодарен Он отдаёт себе отчет в том, что вы помогли им И когда человек просто воспользовался вами Для достижения своих, как бы, специальных целей Ну, например Например Мне, допустим, нужно купить какую-нибудь крупную вещь Или дорогую вещь Дорогую, но важную вещь Например У меня там, допустим Ломался холодильник Да, мне нужен этот холодильник А денег у меня нет Я говорю вам Вот так и так, Владимир Мне нужны деньги, денег нет Ага, как бы, ну Иду хранить деньги Пожалуйста Помогите мне Пожалуйста Там Дайте мне денег даймы Я вам обязательно их верну Вы даёте И я покупаю холодильник Я потом вам возвращаю Я благодарен Потому что вы действительно мне помогли Дальше Я Еду На работу Скажем И у меня нет денег На билет Допустим На билет Или нет денег На бензин На бензин Для автомобиля То есть Деньги на Проезд есть А на бензин Нет Я говорю Вот Владимир Ну вот Тогда Я не хочу Ехать На Электрический Например На общественный Транспорт Я хочу ехать на свою Тогда Мне пожалуйста Денег Вы даёте Вы даёте Потому что Понимаете Я говорю Посыпьте большое И Во второй раз Когда такое происходит Я так же начинаю вас спросить Я говорю Ну ты знаешь Вот опять забыл Опять забыл Опять Не хочу ехать Опять Денег Деньги Деньги Помощью Расслаблять Человеку нельзя Интегрировать В его Жизнь Вашу Помощь От этого Он во-первых Воспринимает Вас Как средство Да Как средство Помощи И во-вторых И самое главное Вы ведь в религии Таким образом Самому человеку Поэтому Помогать Нужно так Чтобы Это было Полезно И правильно Для вас Так Чтобы это было Полезно И правильно Для человека Полезно И правильно Для человека Та помощь Которая происходит Один раз Как например Вот Ситуация С холодильником То есть Никто не мог предвидеть Что он сломался Никто не мог предвидеть Что произойдет Такое Понятно Что Есть деньги Есть Не всегда Не у всех Там Заплатам Может быть Да И так далее Это все понятно И вот критический момент Когда вы понимаете Что действительно Форс-мажер Когда вы понимаете Что Ну Действительно Действительная ситуация Тупикова Помогите Это Единоразовый Уникальный случай Постоянно Помогать Человеку Значит Снижать Свою Ценность По отношению К нему Почему Потому что Человек Видит Что вы ему помогаете Человеку Инфинективно Неприятно Подсознательное Что вы ему помогаете Постоянно Понимаете Что Он Начинает Оправдывать Себя Он Начинает Говорить Что Но сам себе Даже не говорить А это происходит На уровне Подсознания Он Убежает себя В том Что Эта помощь Нужна В большей степени Вам И это вы хотите Он Убежает себя Что Он Прекрасно Без этого Просто Вам нужно Помочь Ну Все Если Ходить Помочь Почему Мы Нет И Человек Понимает Помочь И он Не замечает Сам К этому Привыкает Но Во-первых Мы уверены В том Что Вы ему Помогаете По своей воле А Человек Не нуждается И Он Уже Считает Это Само Собой Это Плохо Итак В принципе В принципе Все Вопросы Я Вас Рассмотрел На самом деле Конечно Как бы Я Дал Самые Общие Вам Направления Я думаю Что Вы можете Спокойно Совершенно Вы Человек Умный Это Я Понял Очень Очень Хорошо Грамотно Выражаете Свои Мысли Прям Приятно Читать Вас Это Знаете ли Здорово Вот Вы Наверное Заметли Что Я Пишу Отлич Вас Не очень Грамотно Без Заглавных Бук Вот Тем не менее Я Хочу Сказать Вам Следующее Вы Сами Благодаря Силе Своего Интелекта Способны Решить Свою Проблем Если Вы Пожелаете Моей Помощь Я Думаю Будет Более Конкретные Элементы В которых Вам потребуется Ну например Предъяснение Если Так То Пожалуйста Скажем Вам Честно Я Не ставил Перед собой Задачи Растянуть Консультации На Будущее Я Никогда Не ставлю Таких Целей Заработать С людьми Больше Чем Это Необходимо Потому Что Важно Чтобы Помощь Была Для Вас Именно Цена А не Так Знаете Тоже Привык Привычек Помощи Вот И Собственно Говоря Напоследок Что Мне Хотелось Вам Еще Сказать У Интеллекта Есть Есть Две Характеристики Ассимиляция И Аккомодация Про Это Мы В принципе Сегодня Очень много Говорим Но Понятия Этого Вас Наверное Не Ассимиляция Это Приспосабливаемость Аккомодация Это Преобразовательное Действие Так Вот Сперва Всегда Идет Выспосабливаемость То есть Адаптация К окружающим Условиям К окружающей Ситуации И так далее А после По мере Освоения В ней Происходит И начинается Преобразование Именно так Нельзя Преобразовывать То В чем Вы не освоите Освоение Всегда проще Освоение Всегда более Механистично А так Преобразование Это всегда Творческий процесс И Если Вам Будет Достаточно Только Ассимиляционной Деятельности Это Ваше право В этом нет ничего плохого Но Если Появится Потребность В аккомодации То применяйте ее И Прежде чем Закончить Хотел бы Вам Сказать Старайтесь доверять В большей степени Своим Переживаниям Чувствам Эмоции Они Не Приведут И если Вы будете Им доверять Вы будете Поступать Так Как Вы Считаете Правильно Более Самопытно И поверьте мне За это Люди Вас Будет Уважать Люди Нормальные Люди Образованные Интеллектуальные Интеллигентные Ну а Глупые Зависливые Дефицитные Люди О Которых Мы Говорили Они В любом Случае Будут Вас Презирать Вам Необходимо Отсеивать Тех Что Вам не Подходят Что Вызывает У Вас Антипатию Ну и Понимать Причины По которым Эта антипатия Или симпатия Происходит Дабы не Ошибиться На этом Все Владимир Я надеюсь Помог Вам Желаю Всего доброго